Добрый день, уважаемые коллеги! Прежде всего, хочется выразить слова благодарности председателям и организаторам Конгресса за возможность участия в секции кардио-онкологии. Современные подходы к лечению злокачественного образования и сердечно-сосудистых заболеваний позволяют значительно увеличить продолжительность жизни наших пациентов. Поэтому, зачастую, в своей клинической практике онколог встречает пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и приблизительно около 10% пациентов получают антикоагулянты по различным причинам. Основными показаниями назначения антикоагулянтов являются лечение профилактика венозного и артериального тромбоза, фибрилляция в сердце, наличие протезов клапанов сердца, а также протезов периферических сосудов. Основным показанием для назначения антикоагулянтов, конечно же, является венозный тромбоз, поскольку до 20% больных с антикоагулями с антикоагулями имеют этот сопутствующий диагноз. В настоящее время венозный тромбоз является второй причиной смерти пациентов с онкологическим диагнозом. Необходимо отметить, что и симметриоптическое лечение, и оперативное вмешательство увеличивают риск развития данных осложнений. Такая высокая частота венозных тромбоэмболических осложнений онкологического пациента связана со множеством факторов риска, которые воздействуют на больного, которые связаны непосредственно с самим заболеванием, лечением пациента, а также комробительностью. В период течения злокачественного образования риск возникновения венозных тромбозов он непостоянен. Наиболее высокий он в момент диагностики и злокачественного опухоли в первые 6 месяцев и при рецидиве заболевания. Наиболее наглядно это было подсказано в корейском исследовании, где изучались пациенты с резектабельным раком поджимночной железы. Венозные тромбоэмболические осложнения, в частности тромбоэмболия, в течение месяца после операции возникло почти у 6% пациентов. И в 2 раза чаще оно возникало в течение года. При этом больные рецидивы возникновения тромбоэмболические осложнения в течение года в 83% случаях сопровождали рецидив основного заболевания. Сложности в лечении онкологических пациентов антикоргулянтной терапии связаны с тем, что несмотря на адекватную дозу препарата у онкологических пациентов в 3 раза выше рецидив заболевания и в 2 раза выше частота геморрагических осложнений, в частности больших кровотечений. При этом это коррегирует со стадией заболевания. Чем выше стадия заболевания, тем более вероятно развитие данных осложнений. Если обобщить, то основными факторами кровотечения онкологических пациентов относят наличие отделенных метастазов, конечно же, злокачественного образования центральной нервной системы, прежде всего, это кровоизлияние двухпухоль, наличие гематомов после операционного множа, а также проявление опухолеведей и приступов. К опухолям с высоким риском геморрагических осложнений относят желудочный кишечный тракт, опухоли головы, шеи, рак легкого, шейки, маски, мочевого пузыря. Значимыми факторами риска кровотечения, конечно же, являются наличие распада опухоли, снижение почек, полосы и тромбоцитопения. Необходимо отметить, что все онкологические пациенты имеют более высокий риск геморрагических осложнений при использовании дикоагулянтов по сравнению с пациентом без в качестве новообразования. Но в зависимости от дикоагулянтов, используя риск, у них различные. Наиболее высокий риск кровотечения у пациентов, принимающих морфоринок, превышает 20%. И наиболее низкий при использовании низковолекулярных гепаринов и фондопоринуса. В последние 10 лет в нашей клинической практике появились таблетированные прямые дикоагулянты. И только в прошлом году был опубликован мета-анализ по лечению венозно-трубоэкболических осложнений онкологически больных прямыми оральными дикоагулянтами. По результатам мета-анализа было показано, что большие кровотечения при использовании прямых оральных дикоагулянтов в два раза выше по сравнению с использованием низкомолекулярных гепаринов. А частота развития желудочно-кишечных кровотечений на ходе пероральных прямых антикоагулянтов почти в три раза выше. Вторым основным показанием для назначения антикоагулянтов является наличие у пациента фибрилляции предсердия. Если пациент не получает антикоагулянты, то частота тромбатических осложнений может достигать практически 70%. Наиболее частым осложнением фибрилляции предсердия, конечно же, является острое нарушение мозгового кровообращения. Почти в половине случаев инсульта провождаются тромбой амболии легочной артерии и в трех процентах инфарта миокарна. Следует отметить, что противоопухолевое лечение может быть непосредственно самим фактором низкого возникновения фибрилляции предсердия. Достигает практически 30%. Также большие оперативные вмешательства по поводу злокачественных опухолей также могут являться фактором, вызывающим фибрилляцию предсердия. Наиболее наглядно показано в прошлом году в опубликованной статье в канадском журнале кардиологии, в которую вошли более 700 пациентов, которые перенесли оперативные вмешательства по поводу злокачественных опухолей. У более чем 10% пациентов развилась фибрилляция предсердия на второй-третьей неделе после операционного периода. При этом нужно отметить, что у третьих пациентов фибрилляция предсердия сохранялась в течение года. К основным факторам, влияющих на рецидив фибрилляции предсердия, авторы относят артериальную гипертензию и повышение уровня креатинина. А кардиологи зачастую при фибрилляции предсердия предсердия назначают пероральные антикоагулянты. Однако исследования онкологических больных крайне ограничены. Одно из исследований, которое было опубликовано в 2018 году в Индавате, показало, что у пациентов стражащих с злокачественного образования риск тромбоэнболических осложнений на фоне приема прямых оральных антикоагулянтов в 2,5 раза выше по сравнению с пациентами без злокачественных опухолей. И также более высоко отмечена частота больших кровотечений, в основном за счет дружно-кишечных кровотечений и гематуреи. Это говорит о том, что необходимы достаточно большие масштабные исследования по оптимальному введению онкологических пациентов с фибрилляцией предсердия. Кардиологи чаще всего в своей клинической практике для сертификации риска тромбоэнболических осложнений используют, всем известным, на шкалу ЧАЦВА. Однако у онкологических пациентов она не совсем коррелирует с риском тромбоэнболических осложнений. Это было показано в исследовании, которое в свою целью поставило возможность оценки риска тромбоэнболических осложнений у онкологических пациентов по шкале ЧАЦВА. И было показано, что риск развития тромбоэнболических осложнений у пациентов со злокачественными образованиями он выше и отличается от пациентов без злокачественного образования. Также было показано, что у онкологических пациентов достоверно выше частота и геморрагических осложнений. Таким образом, на шкалу ЧАЦВА следует использовать большую осторожность при оценке риска пациентов со злокачественным образованием. Возможно, даже требуется разработка отдельных шкал для наших пациентов. При назначении противопухолевого лечения пациенту, который принимает антикоагулянты, конечно же, необходимо помнить и о возможных лекарственных взаимодействиях. К сожалению, все антикоагулянты плохо сочетаются с ингибиторами терезинкиназа. Наиболее высокий риск лекарственных взаимодействий намечен при использовании антикоаглиста витамина К, в частности, варфаина. Наименьше при использовании группы низкомолекулярных гепаринов и фондополинокса. Прямые и терроральные антикоагулянты занимают промежуточное место между этими группами антикоагулянтов. При их назначении необходимо учитывать между метаболизм и скрецов. Так, ингибиторы педрикопротеинов могут снижать эффективность прямых оральных антикоагулянтов. Для группы ксапанов крайне важно, чтобы не было использования индукторов цитохромов, поскольку они метаболизируются именно через эти ферменты. Для дебегатрана такого взаимодействия не отмечено. Также необходимо оценить и путь экстреции прямого орального антикоагулянта. Если у пациента имеется нарушение по очной функции, конечно же, препаранный дебегатран использовать нецелесообразно, поскольку в 80% он выводится именно к очкам. Мы в своей работе поставили цель оценить эффективность антикоагулянтной терапии, в частности ревраксабана, пациентов после больших онкологических операций, на верхних этажах желудочно-кишечного тракта. Поскольку в инструкции препарата ревраксабан прописано, что если выпадить через нозогастральный зон, на 50% падает эффективность препарата. Мы отобрали пациентов после гастропатриотов и дедальной резекции, которые уже были на энтеральном питании, прошло 3 и более месяца в момент операции. Изучили у них анти-10А активность на фоне приема лечебной дозы ревраксабана. И получили, что у 25% пациентов после гастроктомии и у 20% после гастропатриотодальной резекции показатель анти-10А активности был ниже терапевтического диапазона. То есть у достаточно большого группы пациентов эффективность таблитированных препаратов достаточно низкая. поэтому целесообразно при назначении анти-10А терапии данной категории пациентов проводить наценку эффективности терапии. Таким образом, онкологические пациенты имеют высокие геморрагические осложнения и рецидивы в травмозах на фоне анти-10А терапии. Мы считаем, что контроль эффективности анти-10А целесообразно выполняет после резекционных мешаний при развитии эмитических реакций и выраженной диареи. Также необходимо учитывать лекарственные взаимодействия при одновременном назначении антикоагулянтов и противоопухолевой терапии. Только при таком подходе мы можем обеспечить эффективное и безопасное использование антикоагулянтов у онкологических пациентов. Спасибо за внимание.